Доброе утро, дорогие друзья! Я рад снова приветствовать вас на духовном завтраке. С вами сегодня пастор Дмитрий, Крапивинский христианский центр. И этим утром хочу поделиться с вами чем-то особенным. Давайте откроем Бытие, 22 главу, и прочтем с 15 по 18 стих. И вторично возвал Каврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами, врагов своих, и благословятся всеми не твоем, все народы земли, за то, что ты послушался глаза моего. Аминь». Друзья, и мы видим здесь, как Бог дает Аврааму обетование. И знаете, в чем благая вещь сегодня этим утром? Что это благословение касается и нас с вами. И в последнем, прочитанном сегодня стихе, в 18-м, здесь есть слова такие, «И благословятся всеми не твоем, все народы земли». И вот в послании Галатам апостол Павел остолковывает это место и говорит, что семя в этом тексте под семенем подразумевается Христос, а не потомки, как бы о многих. И нам с вами не нужно быть иудеями по крови, израильтянами, чтобы унаследовать обетование, чтобы унаследовать благословение. Нам с вами нужно быть во Христе. И можно прочесть этот текст следующим образом, что «благословятся во Иисусе Христе все народы». Друзья, брат, сестра, ты благословен, ты благословенна, в Иисусе Христе ты благословен. И знаете, я предлагаю сегодня утром сделать это исповедание, сказать, провозгласить своими устами, что «я благословен, я благословен в Иисусе Христе». Знаете, мы каждый бы заслужили гнев Божий, но получили по Божьей милости благословение. В Иисусе Христе мы получили благословение. Бог вместо предлежащего нам гнева дал свое благословение. Но все это стало возможным только благодаря Иисусу Христу. До встречи со Христом мы были с вами врагами Бога. Мы, как апостол Павел, до того, как уверовал во Христа, и Христос ему говорит, трудно идти тебе против вражна. И мы так часто в жизни двигались, и тяжело нам было идти, и тяжело нам было идти без Бога и против Бога. Но сегодня, приняв Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы имеем мир с Богом. И мы вместо предлежащего нам гнева получили милость, и мы получили благословение. И знаете, каждый из нас, ну многие из нас, мы пришли к вере не из семей верующих. У нас не было несколько поколений верующих, и мы пришли с большим багажом каких-то знаний, какого-то опыта, и в большей степени негативного. И знаете, нам порой бывает легче поверить в то, что мы прокляты, мы неудачники, нежели поверить в то, что мы успешны и благословенны. И знаете, я вспоминаю тоже первые годы своего христианства, как тяжело мне давалось поверить и принять обетование Божье. И знаете, я вспоминаю молитву, вот ежедневная молитва о защите, сынкаута. Я вспоминаю, как первые несколько лет я каждый день ее провозглашал, я молился. И знаете, произошел потрясающий эффект. Через какое-то время, провозглашая эти вещи о том, что я благословен, здоров, исцелен, успешен, знаете, через какое-то время я начал верить в это. Но мне потребовалось время и труд для того, чтобы начать в это верить. И сегодня я хочу пригласить каждого из вас, чтобы мы начали трудиться над этим, вследствие того, что наш разум заражен, наши сердца испорчены этой старой, прошлой, греховной жизнью, этими твердынями сатанинскими. И сегодня нам с вами нужно трудиться для того, чтобы искоренить их из своего разума, из своего сердца. И чтобы Бог смог насадить свои обетования в наши сердца. И хочу еще раз сказать, что брат, сестра, ты благословен. Хорошего дня всем. Аминь.